Ну что, у меня поступил запрос сделать обзор на нож фирмы, о которой я никогда не слышал Называется Coast Knives, то есть побережье Побережные ножики Учитывая, что вещь очень недорогая Я решил, ну почему бы и нет Такого часто делать не буду Но иногда, знаете, просто самому оказалось интересно Сделано, конечно, в Китае Это китайская вещь, к сожалению Ну, цена соответствующая Так что удивляться этому не стоит Это складной нож Модель RX321 Rapid Response Быстрый ответ Гарантия на всю жизнь Интересно, вашу или ножа Интересно, хорошо лежит, кстати, красиво Красивая коробочка Вот такой вот нож, не маленький По размеру Для моей руки как раз такой удобненький То есть он с замком И, соответственно, с поддержкой от кровати Очень маленький замок, как вы видите, вот здесь вот Вот что я хочу показать Вот этот очень маленький кусочек металла его держит На других ножах, которые у меня есть Там крупный кусок металла А здесь очень маленький Честно вам скажу В руке сидит Не знаю Пытаюсь понять, для чего вот этого сделано То есть, может быть, для указательного пальца Вот здесь вот так вот Может быть Вот здесь упор для большого пальца Здесь есть замок Соответственно, открывать-закрывать То есть Четко показано, что Он в закрытом состоянии или нет Это, в принципе, хорошо Так, чтобы ничего не мешалось Довольно-таки неплохая пластиковая рукоятка Клипсы Красные на черном выглядят хорошо, в принципе Это 20-долларовый нож у нас здесь Некоторое несовпадение между размером лезвия и То есть, вот длина лезвия и, соответственно, длиной рукоятки Такое ощущение внешнее, что рукоятка длиннее лезвия Ну, что, в принципе, так и есть Но Закрывается немного Сложно То есть, не настолько просто его было закрыть Наверное, просто туговатый для начала Интересно, вот такой вот и замок С левой руки открывать его таким макаром было сложно И, честно говоря, даже Ощущение, что не очень-то Безопасно Ну, в принципе, для обратного хвата он в руке сидит неплохо сравнительно Для прямого хвата Не совсем то, с моей точки зрения Ну, вот просто получается, что хват не там, где удобно Нет вот этого положительного соприкасания Как мне кажется На более серьезных ножах Ну, вот мое личное ощущение, как говорится, для моей руки Может быть, кому-то подойдет получше Но то, что есть замок Это очень хорошо, с моей точки зрения У меня есть несколько ножей С ассистентом открывания И в некоторых случаях мне это не нравится Там немного опасновато Особенно, если его носить в кармане Потому что последнее, что вы хотите, чтобы у вас это открылось в кармане У меня такое было, кстати У меня один нож сломался Таким макаром я открылся в кармане К счастью, очень быстро я заметил Он не до конца открылся Но все равно, ощущение было неприятно То есть, хорошо, что я был стою А не сидел где-нибудь Тогда лезвие бы, как раз мне вверх В живот бы и пошло бы Ну, а там получилось очень хорошо Ну, а с этой точки зрения RX-321 Для 20 долларов вполне неплохо Для ножа с ассистентом С ассистом, наверное Если говорить на русле Цена нормальная Состояние непонятное Мне, по крайней мере Тут не написано Из чего сделано лезвие К сожалению Хотя вроде у них какие-то даже патенты здесь есть Нож старый Это модель 2014 года По крайней мере, так и не пишут на коробке Ну, а так, в принципе, ничего Вот он, если посмотреть на него поближе Лезвие острое, с пилкой Тоненькая Тоненькая С заужением сверху Есть клипсы для крепления к ремню или к карману Ну и, соответственно, замок Замок простейший И вот мне кажется, что вот этот кусочек металла Очень-очень тонкий Вот это вот У меня, по крайней мере, такое ощущение Может быть, я избалован колстилом Закрывать его требуется с некоторым усилием Что, в принципе, особенно большим минусом не является С моей точки зрения Ну и вот коробка стандартная Конечно, черный на красный выглядит красиво С этой точки зрения никаких минусов сказать не могу Ну и вот он пришел в такой вот коробочке Спасибо за внимание Надеюсь, этого хватит Я редко делаю видео на запрос Но иногда Когда вещи либо мне интересны, либо совсем недорогие Делаю Это данный пример На этом все До следующего видео Я чуть камеру не навернул Вот, как говорится Если бы я навернул камеру В этом видео было бы очень жалко Потому что камера гораздо дороже этого ножа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому